МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня избирательные участки открыты до 20 часов. В четверг 30 мая с 9 утра до 12, в пятницу 31 мая с 10 часов утра до 16.00. На выборах политики преследуют различные цели. Кто-то на самом деле хочет помочь народу, кто-то движется вверх по карьерной лестнице, а кто-то использует выборы с коррупционным прицелом. Такое мнение высказала политолог Ивита Кажуко, комментируя точку зрения экс-министра иностранных дел Яниса Юркенса. Напомню, бывший министр убежден, что сейчас борьба идет не за благополучие народа, а за европейские деньги. Также политолог Ивита Кажуко сравнила выборы в местное самоуправление с процессом выбора товаров в супермаркете. Конечно, это не всегда легко, особенно если человек все эти 4 года не интересовался политикой. Сейчас опять должен идти кого-то там выбирать, не разбираясь в том, кто за что в ответе, кто что предлагает. Но все-таки до выбора еще несколько дней осталось. И изначально надо просто понять, доволен ли этот человек тем, что происходило в течение предыдущих 4 лет, потом думать дальше. Это примерно то же самое, как мы делаем покупки. Думаю, что сам принцип выбора здесь не слишком отличается. Конечно, если нам предлагают очень много разных сортов, тогда довольно-то трудно выбрать. Но все-таки мы пытаемся разобраться в своих нуждах, в том, что нам нравится, каким фирмам мы больше доверяем, каким меньше. Большинство избирателей будут участвовать в выборах самоуправлений 1 июня, свидетельствуют результаты исследования ДНБ «Латвиясбарометр». 50% участников опроса заявили, что будут обязательно участвовать в выборах. Перед выборами 2009 года о том, что обязательно будут голосовать, заявили 36% респондентов. Как отмечают авторы исследования, явка избирателей тогда составила около 40%, поэтому результаты опроса можно считать достаточно точным индикатором. 39% участников опроса заявили, что будут голосовать в этом году за ту же партию, что и на предыдущих выборах, а 21% планируют отдать свой голос другой партии. На этой неделе в Риге распространяются анонимные листовки с призывом к сторонникам Центра Согласия вычеркивать из кандидатского списка Центра Согласия и честь служить Риге фамилии кандидатов латышей. Центр Согласия считает это грубой провокацией. Анонимные листовки с призывом вычеркивать фамилии латышей – это попытка поделить кандидатов по национальному признаку. Такое мнение высказал директор департамента имущества Рижской думы Олег Буров. Его, кстати, наравне с Байбой Розенталой, Андрисом Америксом и другими также призвали вычеркивать. Я могу сказать, что я, как человек, который родился в Латвии и является гражданином этой страны, с определенной иронией могу сказать, да, я польщен тем, что меня вычеркивают вместе с латышами определенные силы, но это призыв попытаться поделить по национальному признаку. Если суть этого блока объединить русских и латышей, и мы говорим о том, что мы никогда не делим, ни я, как должностное лицо, ремонтируя школы на русские и латышские, здесь пытаться поделить, не жаль этих людей. Кто за этим стоит, мы тоже прекрасно понимаем. Отмечу, что из русского текста листовки следует, что на выборах нужно голосовать за первого русского мэра Риги Нила Ушакова, а сотрудничество Центра согласия с честь служить Риге – всего лишь тактика, позволяющая Ушакову получить абсолютное большинство в Думе. Центристы категорически открещиваются от этой акции и уже обратились в полицию безопасности. Решение Рижской Думы вложить 4,5 миллиона латов в ремонт дворов двух районов – это недальновидная и неправильная политика. Об этом в интервью телеканалу ТВ5 сказала кандидат в мэры столицы от единства Сарми Телларте. Кроме того, политик считает, что самоуправление не должно на 100% оплачивать ремонт внутриквартальных дорог. Кандидат в мэры от единства также считает, что ей не обязательно знать, сколько квадратных километров дорог в столице нужно отремонтировать. «Я считаю, что подобные цифры нужно искать в Google, а не помнить наизусть», – сказала кандидат в мэры. Центральная избирательная комиссия разрешила обществу «Латвия за лад» начать сбор 10 тысяч подписей за инициирование референдума о распуске Сейма. Как сообщила представитель ЦИК, комиссия признала, что общество соответствует требованиям закона. Общество должно собрать 10 тысяч нотариально заверенных подписей и передать их на проверку в ЦИК. Если они будут признаны действительными, ЦИК объявит второй этап, во время которого необходимо собрать подписи одной десятой части избирателей, то есть около 150 тысяч. Если избиратели поддержат эту инициативу, будет рассмотрен вопрос об инициировании референдума. Собрать подписи нужно до ноября. Начальник НАП Ярослав Стрельчонок в прошлом году дал низкую оценку работе своего заместителя Юты Стрики, а также критически оценил работу еще двух руководящих работников. Сотрудники КНАП все претензии отрицают и усматривают в действиях Стрельчонока признаки боссинга и моббинга, то есть травли с целью увольнения. Стрельчонок оценивал работу Стрики и начальница отдела персонала юридических вопросов Илзы Дравницы. Оценку работы начальницы отдела по предотвращению коррупции Дианы Курпницы проводила заместитель начальника КНАП Илзы Юрча. Работа Стрики и Курпницы оценена на уровень Д, что означает, что они выполняют требования только по отдельным функциям, а в целом их работа требует улучшений. Дравница получила оценку Е, что означает, что ее работа не соответствует требованиям. Согласно правилам Кабинета министров, при уровне Д и Е через полгода сотрудники КНАП должны пройти повторную оценку. Стрики в ответ на оценку ее работы указала, что не согласна с ней и считает выводы начальника безосновательными и непрофессиональными. Министерство благосостояния представило консультативному совету пенсионеров четыре варианта индексации пенсий, обсудить которые заинтересованные стороны должны в течение недели. Глава Минблага Илзы Винкеля пока отказалась комментировать предложение по индексации, пообещав более подробную информацию 5 июня, когда состоится следующее заседание. Тем не менее, министр отметила, что наиболее реальным вариантом является индексация пенсий в размере до 200 латов в год. В этом году на эти цели из бюджета потребуется 10 миллионов, в будущем 30 миллионов латов. Латвийская федерация пенсионеров уже заявила, что для нее такой вариант неприемлем. Сегодня официально был презентован проект благоустройства сквера в начале улицы Мелдру, реализованный в результате сотрудничества Рижского свободного порта и общества за развитие Ветсмилгрависа. На территории набережной площадью в 7800 квадратных метров на улице Мелдру создан озелененный благоустроенный сквер с дорожками, в том числе вдоль канала, местом для игр детей, который формой напоминает корабль, символизируя присутствие Рижского свободного порта. В сквере есть активная зона отдыха с площадкой для стритбола, специальная площадка для выгула собак. В благоустройство сквера вложено примерно 100 тысяч латов. Зеленая велодорожка находится в одном из красивейших мест Риги, Марубском природном парке, идеально для семейных прогулок. Но, несмотря на ее популярность у жителей, до сих пор она не достроена. Сегодня велосипедисты и активисты собрались на мирную акцию, чтобы напомнить городским властям о необходимости закончить строительство 800-метровой велодорожки на участке улиц Кантора и Даугулю. Аналогичная акция прошла и в прошлом году.